всем привет ребят я дома представляете мне магазин закрытый сейчас будем с вами пить кофе горло болит и сегодня бегала у меня был этот 100 метров к отколенного дома и до сюда наверное это 100 метров к мне так кажется и бегала от него пиздюлей ему дала смачно так это что у меня такая картину он вчера вышел на связь со мной звонит раз в неделю вот вчера как раз таки был такой один раз с утра позвонил говорит ему сказала что у меня теперь есть максим не появился мужчина и все его как подменили приехал на работу там часа четыре или пять наверно не стоял там в этом магазине оскорбил меня один раз при клиентах а сегодня заболел ведь у меня ну вообще еще вчера болел но вчера он самостоятельно был дома а сегодня я понимаю что ребенка с температурой и не могу одного оставить думаю ладно не выйду сегодня на работу пусть магазин закрытый будет и я вот этот осталось свете смотрю в окно коля дома думаю сейчас пойду заберу свой товар там товара миллиона на два ну пусть на полтора ладно и этот и что я пришла постучалась он меня запустил но я там не увидела товар блин я грунте товар он говорит продал опытом капец капец а сама виновата нужно было сразу все забирать ишь прекрасно знаю какой хороший участковому сегодня звоню и этот ну думаю сразу предупрежу его потому что там отколе все что угодно можно ожидать он будет как вообще вы могли жить с таким как вы могли с такими жить я кроме сна и немножечко было на нервах немножечко было на стрессе ничего дома не делал а сейчас будем делать а что нервничать я немножко полежала себя пришла и думаю а что нервничать не надо юлечка не надо стал улыбнулась и пошла дальше вот и все где-то находим где-то теряем скажите сейчас попьем кофе йог со сладеньким поднимем себе этот гормон чего-нибудь там счастья радости чего там поднимают глазом пахнет я говорю у меня газ какой-то страны не понимаю что с ним так что я наверно скоро буду завязывать снимать эти свои эфирчики хотя не знаю время покажет все размазать а я лежала лежала там эти прямые эфиры смотрела ведь у нее прям-то крепко уснул ночью практически мы не спали у него горел у него температура сумасшедшая он же ничего не кушает из-за этого не хочет пить лекарства боится что рвать будет блин ну-ка так и не сделано доритке кстати позвонить чтобы она меню что-нибудь сделала красивая все уже черная устала от него и этот я вот ему воду с уксусом разводила и натирала и натираю боже бедный ребенок его вот так вот всего он это бывает дрожит но ничего зато потом легче становилось температура спадала вот душенька за магазин болит что он там закрытый стоит один день простое но это я проработала месяц плодотворно прям реально плодотворно осталось этого магазина видеть цветочки волос надо покупать волосы покупаться и обязательно волосики покупать уложить их сегодня красиво чтобы завтра с утра можно было поспать подольше а то мой водитель в 7 утра как штык уже стоит возле дверей спасибо настоящему мужчине который предоставил мне водителя да теперь у меня есть свой личный водитель который мне все что нужно делай так бывает так что девочки никогда не отчаивайтесь не расстраивайтесь всегда найдется тот кто будет рядом обнимет и голубит и поможет что самое главное женщинам нужно помогать девушкам сейчас мы нарием кофе я с утра успела эти сырники приготовить вот такие сырники но видя не стала кушать откусил я говорю отчетнил мама как они деревянные ну тверденькие немножко ну ничего и нарием что такое отцвечивает все равно отцвечивает ложечка кофе кстати прям кашель у меня нужно купить нормальный чайник а то я как это в деревушке ковшичках с ковшичками таскаюсь а тут у этого ковшичка скоро уже донышко то отвалится и буду я без кошечка сегодня ела авокадо обожаю авокадо вот от него осталась косточка нужно попробовать посадить сейчас будем читать как его нужно следить там этого мяса еще молока нет сейчас магазин пойду надо по-любому магазин идти нужно сигареты купить там у меня и хотя есть вот эта пачка я еще не докурила и у меня максима сигареты дома есть раз оставили машины белая проехала он тут раз оставил принципе я могу ее курить но мне все молоко но надо божьи машины какой-то в центре города ездить полипа это горячая кофе вот такие вот дела так что я думаю думаю наверное скоро не буду я ничего снимать вам потому что да блин никогда на работе что там снимать на работе как я сижу потом приходят клиенты там я с ними работаю обслуживаю либо лук перебираю либо товар оставляю либо еще что-нибудь он плакала видно что все размазано рыдала как это от обиды от обиды плакала но ничего страшно бывает вот так олеоп и красавица какое вы меня только уже не видели господи кого мне уже стесняться вот такое пирожное сейчас буду кушать кушать и никого не кушать вот до это доем не доело не влезло короче когда когда нервничаешь сильно или за что-то переживаешь еда почему-то вообще не лезет вот почти вся залезла в латочки сегодня может тренировку проведу сделаю запишу это очень вкусно это очень сытно калорийно блин может а бабахать такие пирожные а что для этого надо надо печенье нужно вареная тгущёнка и масло и все потом это все перемешиваешь катаешь вот такие вот пирожные или можно шарики и можно в какао обвалять или в этом растопить шоколад помогать можно чем придумать полное ротное пиво а вчера ко мне женщина приходила такая прям хорошая знаете просто бывает ко мне приходит очень много людей же но вот к некоторым прям душа тянется вот нравится человек и все притягивает как-то вот к себе не знаю чувствуется что он какой-то добрый и это вот ко мне женщина одна ходит и пятьдесят четыре года что ли ну что то такое она выглядит потрясающе нет видно что ее судьба потаскала там слишком сильно глубокие морщины их много на лице их очень много мешки под глазами прям вот бывает же когда вот прямо так вот опущено прям как будто мешочек вот тут какой то висит кстати я без фильтров себя записываю вот такая какая она и есть когда в тик токе в прямых эфирах сижу там этот как сказать там стоит какое-то сглаживание ты там прям куколка такая вот а тут в ютубе я вот по факту какая она и есть на самом деле и вот она отвлеклась и опять вот эта женщина у нее шикарная фигура у нее ноги стройные ага а мы что то с ней разговаривали а ну что мы разговаривали я как обычно он купил у меня овощи фрукты и я начинаю что там лепешка не желаете лепешку булочки печеньки он говорит нет я говорит хлеба булочные изделия и сладкое я вообще не ем я говорю блин я говорю я тоже хотела а я ем очень много сладкого я могу не кушать супы и там еще что то каши да ты мне дай сладости я чай попью со сладким и все и все у меня окей будет она говорит не это я говорит вообще не пью не ем такое ничего я говорю вы себя отказываете или вы просто это ну как бы не хочется она говорит нет не хочется очень редко раз в год когда мне вот действительно что то захочется сладкого а так в основном даже нет я говорю а мясо она говорит нет мяса я тоже шибко не кушаю а вы слышали да сейчас про мясо какие легенды ходят умереть не встать короче типа мы мы едим мясо и оно у нас начинает гнить в желудке мясо убитого зверя ужас это уже придумали чтобы не знаю кто это придумал испокон веков у нас съели все мясо эти самые первые люди мне кажется они его сырым прям ели нет пока огня не было все болит горло охота постоянно кашлять как вкусно оно растекается по всему рту я чувствую каждым своим рецептором это потрясающий вкус вот так даём? даём даём ну вот такие короче да а я вот думаю ммм я вообще перестала кушать фрукты вот ещё в том году я их ела нормально так ела мне охота было яблочек мне хоть хотелось там не знаю чего и мандарины ела сейчас я вообще их не ем ну мне вообще не охота блин максимум это банана каста банана тоже нельзя кушать ну как нельзя тем кто худеет типа там много калорий он сильно сладкий ещё что-то ещё что-то о о вот так ммм ммм сейчас глянем мммм мне кто-то по ватсапу звонил сейчас секунду ммм ммм